Олег, подскажите, пожалуйста, Mavic Russia имеет какие-то традиции, она имеет опыт приглашений спикеров, и чаще всего это люди, находящиеся в бизнесе давно, люди, которые имеют опыт, огромный бэкграунд сзади. При этом при всем вы нарушили полностью традиции нашей выставки и при этом пригласили спикерами подростков поколения Z, 16+. Скажите, почему, зачем, для чего, нам всем очень интересно. Я думаю, что прежде всего мы не нарушили традиции, мы просто установили одну из новых традиций, и здесь очень важный момент, фактически далеко не все участники рынка торговой недвижимости осознают, кто будет в их торговых центрах через 4-5 там и больше лет. Это как раз те люди, которым на сегодня там 15-16, в общем до 20, и они еще формируют свои привычки, они осматривают внешний мир, они в частности заходят и в торговый центр, находят то, что им интересно, выявляют то, что им не нравится, и так далее, и тому подобное, и из них в конечном счете получится 100% аудитории новых покупателей. Очень немного времени осталось до такого момента. А мы при этом видим, что, допустим, ряд торговых центров просто рассматривает эту аудиторию как не очень желательную. Совершенно четкий пример. Во время пандемии были приняты ограничения в целом ряде регионов, что можно не пускать подростков, вернее, нужно не пускать подростков, и в некоторых регионах даже юношей, где-то лет до 18, без сопровождения взрослых. Вот, и мы неоднократно задавали вопросы, опять же, я не буду называть эти регионы, чтобы как-то, да, понятно, почему. И ответ от девелоперов, я обращаюсь к девелоперам и говорю, хорошо, господа, вот возникло ограничение, оно настолько же серьезное, как, например, закрытие фудкортов, оно настолько же серьезное, как то, что у вас там не работают развлекательные комплексы. Вот, давайте что-то с этим делать. Мы знаем в администрацию, к кому идти, где топать ногами и как это решать. Они говорят, ну, вы знаете, в этом случае ничего делать не надо, нас именно так все устраивает. И я бы очень хотела, чтобы в торговых центрах, ну, во-первых, разрешили снимать, потому что сейчас, ну, как бы, большее количество информации воспринимается глазами. И то есть, когда ты снимаешь в четырех стенах свои тюды, фильмы, идеи, это уже, ну, достаточно скучно и неинтересно, и хочется больше территорий, больше, как бы, ну, больше возможностей. То есть, у нас получается та аудитория, которая традиционно к нам приходит, она знает, что, она знает, как у нас покупать, а эти люди, они, к сожалению, нам денег не приносят. Ну, вот при таком подходе они не принесут и через 5, 4, 5, 6 лет, когда только они и будут. Поэтому самое тщательное внимание у РСТ-Цена сегодня именно к поколению Z, именно к тому, как оно ощущает себя в торговом центре, что она от него хочет, как сформировать качественного нового потребителя. Поэтому мы пригласили именно таких экспертов, таких очень молодых экспертов на наше мероприятие. Мы получили очень интересную информацию, очень интересную отдачу и собираемся это продолжать, поскольку это один из главных трендов, который влияет на будущее.